Hi my students! Краткое замечание в плейлист математическая политика. Появилось сообщение, что Трамп выбрал кандидатуру на должность директора национальной разведки Соединенных Штатов Америки. И выбрал он Дэна Коутса. Дэн Коутс 1943 года рождения. 16 мая рожден. Но мы знаем, что у нас в октябре прошлого года президент назначил на должность директора СВР, службы внешней разведки, гражданина Сергея Нарышкина. Вот мы сейчас и посмотрим с точки зрения Пифагора, как вот он, Пифагор, рассмотрит эту дуэль двух разведок США и Российской Федерации с точки зрения вот их руководителей, начальников. Потому что как у нас, так у нас в большей степени личность начальника определяет деятельность всей этой службы ниже подчиненной. А в Америке это в меньшей степени, конечно, но тоже влияет. Поэтому вот в портрете начальника отражается, как говорится, портрет вот этой всей службы. Вот что даёт Пифагор. Посмотрим на Коутса. Дэн Коутс. 16-5-43-го. Видите, у него 4 единицы. Генеральский характер. Ну, может тактически обмануть, конечно. Но как и всякий генерал, он и должен уметь обмануть на поле боя противника. Вот двойка у него энергетика. Две двойки. Что характерно для медсестры, для медбрата, как ни странно. Он подходит на эту роль. Призван быть медбратом, медицинским работником. Но вот здесь не так тоже. Там у них по кадрам тоже не всё в порядке. Вот тройка. У него есть тройка. Это, в общем-то, бордачный, хаотичный человек. Он, всё у него, да, Света, я характеризуюсь, что? Что он одна тройка. Что у него всё в беспорядке, но неожиданно он всё может привести в идеальный порядок. Вот это четвёрка здоровья. Он постоянно должен заниматься физкультурой. Ну, видимо, занимается. Раз он 73 года, назначен на такой должности. Значит, он спортом занимается. Пятёрка. У него всё интуитивно схвачено. То есть, без всяких проблем живёт человек. Шестёрка. Требуется ему физический труд. Параллельно. Вот семёрка. У него есть одна семёрка. Талант мало выражен талант. В результате большого труда он достигает каких-то успехов. Вот нулёвка. Он, ну, как многие политики, он нечестивый человек. То есть, он в долг возьмёт и не отдаст. Необязательно это называется. По церковному нечестивый, а по гражданскому не обязательно человек. Ну, вот у него, смотрите, три девятки. То есть, это очень умный человек. Большого ума человек. И очень общитель, лёгкий в общении. Вот эта шестёрка говорит о том, что шесть цифр по горизонтали. В матрице Пифагора. Она говорит о том, что он ставит много целей перед собой. Либо недостижимой какую-то цель. Что затрудняет его движение. Ну, тройка, вот у него, он метался, либо создать семью, либо вообще не создавать семью. Это тройка говорит. Пятёрка говорит, он стремится к стабильности. Вот это фанатизм, восьмёрка, ну, естественно, на такой должности он должен быть, конечно, мизантропом в какой-то степени. Это должность, ставят на такую должность таких людей, мизантропов. Ну, конечно, семёрка вот это говорит о том, что он, это по вертикали, сумма цифр, говорит о том, что он очень хорошо себя любит, представит себя. Ну, тройка вот это по деньгам нормально, четвёрка тоже по уму тоже нормально. И насчёт секса у него всё в порядке. Значит, вот такие у него только три отличительные, несколько отличительных особенностей. Ну, генерал, видимо, он и должен быть на этой должности, генеральский характер иметь. Так что в этом отношении Трамп, он, хотя человек, в общем-то, пожилого возраста, с 43-го года, он выбрал хорошую кандидатуру. Там у них работа с кадрами, видимо, поставлена нормально. Вот что касается нашего контрагента, экономиста, доктора экономических наук. Ну, при 47 всего научных работах, это сейчас Заякин займётся им, там что-то не в порядке. 47 работ для доктора это явно мало. Но не в этом дело. Он занимал многие ответственные должности и был, там, председательствовал в Думе. Вот у него такая матрица. Как её лучше осветить? Вот так, что ли? Вот. Тоже генерал, видите, тоже наладывается кадровая работа у нас. С нашей вот анализа подачи, видимо. Три двойки. Это уже аура целителя. Две пятёрки. Прошлое и будущее для него. Это человек-юрист. Следственная юридическая работа у него. Юридическая работа. И он может по одной какой-то детали восстановить всю картину событий. То есть, откровение по одной детали у него может происходить. Две семёрки. Это карточный игрок. То есть, игрок он на своём месте. В картах ему везёт, но он забывчив о добродетелях. Но это для внешней разведки это несущественно. Там добродетели не приветствуются. Вот восьмёрка, смотрите. Там была тоже восьмёрка. Видите, одинаковый фанатизм. Мизантропия одинаковая. Ну, это для этих людей. Если они будут ещё людей жалеть на этой должности, то им такой должности не видать. Также вот самооценка очень высокая. Семёрка. И тройка, и четёрка. Видите, всё одинаково. Видите, семь, три, четыре. Вот скобочка обведён. Специально скобочкой обвёл. Видите, как красиво. Семь, три, четыре. Ну, вот сексом, видите, ему нужна. Мата Харь ему нужна в помощнице. Обязательно он в паре с Матой Харьей должен работать. Так. И вот, смотрите, нулёвок сколько. Вот нулёвка вместо тройка. У него троек нету. Нулёвка. Это говорит о том, что любит смотреться в зеркало, объясняется в витиевато. Вот такой характер. Нету шестёрок. Совсем. И также вот он необязательный человек. То есть он долг возьмёт и не отдаст. Ну, на этой должности, собственно, это несущественно. Как мы видим, смотрите, какие равноценные люди почти. Казалось бы, преимущество на стороне Нарышкина. У него три двойки и две пятёрки по логике. Но вот эти две девятки, они не очень положительно говорят. То есть он умный человек, всё схватывает, но не любит учиться, потому что ему всё даётся легко. И продвижение вперёд ему мешает чувство иронии. Вот он чем проигрывает. Здесь три девятки. Три девятки это... Ну, помним, у Примакова было четыре девятки. Вот такое сравнение даёт нам Пифагор. Вот этих двух личностей. Соревнования, между которыми мы, очевидно, видим. Нарышкин на 11 лет моложе. Уважаемого нашего Дэна. И насколько он поставлено времени, неизвестно. И ещё доживёт ли Трамп до 20-го числа, до 20-го января, до своей инаугурации. Ну, как предсказывает вот Вера Леон, казахская, Ванга, она себя называет. Она предсказывает, что Трамп будет служить два срока. А те предсказания, что, мол, это вот последний президент, там чёрный был, ну, то есть загорелый такой был президент. Но он и сейчас ещё существует. Вот это последний будет президент. Ну, может быть, так оно и есть. Это последний президент от вот этих либерастов. Наступает эра республиканцев. И страна, очевидно, будет другая. Всё там будет совершенно переиначено. То есть опять американцы перестанут паразитировать, они начнут работать. Производство будет, всё американское будут в мир. Берите американское, нанимайте американцев. Вот такой принцип. Ну, что касается вот разведки, это дело тонкое. Я не специалист в этом вопросе. Специалист у нас Пифагор. Мы на него ориентируемся. Поэтому вот это, которое вот у меня есть, чувство иронии тоже, оно меня тоже тормозит. Вот такое же чувство иронии есть у Нарышкина у нашего, что опасно для этой должности. И в то же время надо сказать, что очень близкие такие матрицы. Хотя наши проигрывают чем? Вот Нарышкин проигрывает чем вот эта петербургская команда. Она, значит, проигрывает нулёвками. Видите, там. Ну, американцы, знаете, они Т не произносят. Петербург они не говорят, они Петербург говорят. Они смягчают букву Т, поэтому тут ничего страшного нету, что я говорю Петербург. Петербург. И вот три нулёвки вот эти. Они характерны. В следующий момент я таких кадров подберу, которые были с тремя нулёвками. В МВД там работали, в разных ЧК, НКВД, МВД, ОГПУ. Вот такие люди есть с такими тремя нулёвками. Ничем хорошим они себя не зарекомендовали, надо сказать, в историческом плане. Поэтому здесь следует отметить, хоть Трампа мы называли, что он лузер, но он правда был лузер. Почему? Потому что если бы в команде тот, кто, как говорится, управлял этой Клинтоншей, люди были бы более вот эти, заботливые о ней, обеспечивали бы ей вовремя медицинские услуги, чтобы она не болела вот этим воспалением лёгких, там не падала, и в конце концов она даже залаяла. То есть они, вся эта команда, которая её обслуживала, они всё сделали для того, чтобы она проиграла Клинтонша вот эта. Хотя при ней были все козыри. Но у неё было как раз вот три момента такие, которые, на которых она проиграла. Первый момент, то, что она, вот по здоровью её не поддержали. То есть она там шаталась, как пал, её подхватывали. Второе, она уже до того, что дошла до того, что она лаять начала, прям при публике, что-то там она может быть юмором каким, но неважно, это попало в интернет, а интернет сейчас, знаете, он определяет политику. И вот второе. А третий момент, да, второй момент, то, что она перешла на личности, как бы критиковала не позицию вот этих либерастов и демократов, вот этих вот Трампов там и Обама, не ихнюю позицию критиковала. Критиковала лично, переходила на личность Трампа. Вот, мол, Трамп там морально, там какой-то моральный урод, у него там насилует девушек, перебирает девушек, и девушки начали давать. Эта команда подобрала вот такую вот. Ну, вроде бы это с нашей точки зрения, да, поддерживает нравственность. Пуританская вот эту вот английскую систему, что, мол, мы должны быть нравственные, вот, семья. Но надо учитывать, что Америка совсем другая страна, это не Англия. Там мормоны, какая у них мораль, у мормонов, никакой. Там загорелые люди, у них тоже мораль-то, она так, по свободе мораль. И там есть ЛГБТ, сообщество огромное, которое вообще везде там вверху вращается. То есть они на эту мораль плевали, когда даже ее же муженек Клинтон там ублажал свою конечность при помощи стажерки там, Монники Левински, то народ на это положил, как говорится, и простил этого Клинтона. Молодец, давай шуруй, вкалывай, удовлетворяй свои половые потребности. Но в то же время никто не обращал внимания на ее, лесбиянский запрос вот этой самой Клинтонше. Она же фактически является лесбиянкой. Поэтому вот, переходя, она свои, как говорится, вот эти моменты перенесла на Трампа, и это неудачно сработало. Ну, а третий момент, то, что она была самоуверена очень, и думала, что избиратели не во все штаты съездила. Считала, что вот это меня штат поддержит точно, туда она меньше внимания уделяла. Но это связано было, видимо, с тем, что ее команда не обеспечила ей должного здоровья. Если бы у нас там ее обслуживал Чазов, вот в Кремлевской больнице, ей бы эту кремлевскую таблетку влепили, как вот Ельцин там, он плясал, даже потом на операцию лег. Ну, вырвал победу на выборах и сразу же слег на операцию. Ну, и тут так же было бы. Наше бы, это, четвертое отделение, четвертое управление, главное управление медицинское, Чазов там, с командой, они бы ее подхорохорили, нормально. А так вот, вот так вот они проиграли, так бездарно это проиграли. Вот такие дела. И вот, что касается вот внешней разведки, сейчас мы видим, что откровенно там их и сенаторы, они заявляют, что вот мы в ответ на хакерские атаки Кремля, которые были сделаны в ходе выборов Соединенных Штатов, воздействия на выборы, мы предприняли ряд вот этих разведывательных мероприятий. Ну, вот, видимо, одно из мероприятий это было вот крушение вот этого лайнера с ансамблем Александрова и с журналистами там, и с командирами ихними ну, о чем мы говорили в предыдущей лекции. Ну, здесь вот мы лекции не собираюсь читать, а просто в ответ на это сообщение, что вот у нас два таких кандидата, их сравнить очень интересно с точки зрения Пифагора. Получается, личности, они хоть по времени разнесены на 11 лет, но психоматрица у них есть какое-то сходство. По крайней мере, оба генерала, у обоих есть двойки, пятерки есть, но вот по количеству нулей Нарышкин обогнал немножко вот этого Ковутца, поэтому ему будет тяжело в этом плане. Рассуждаем сами, посмотрим, что будет, какой результат будет вот этой деятельности нашей СВР при новом вот Нарышкине, который с октября месяца работ уже, ну, почти полгода скоро будет. А этому еще предстоит только назначить. Он вообще не назначил, сам не вступил, но уже выбрал. Дэн Коутс тоже занимал многие посты. Прошел лестницу карьерную, большую. Всего вам доброго в изучении вот этих материалов. Если мы здесь посмотрим, статистику набираем, какое соответствие можно ли пользоваться, с какой долей вероятности вот этой феноменологической теории, которую мы все больше, пифагоровская вот эта теория, больше сравниваем ее с законом всемирного тяготения, который Ньютон, ну, тоже феноменологический закон. он неоткуда взят, просто интуитивно откуда-то взят, но не из теоретических, не столько из теоретических, сколько из обобщения экспериментальных данных, законов Кеплеров там и других. Вот таким образом, и здесь только тоже на основе многовековых экспериментов, данных, как я напоминаю, от жрецов египетских пирамид, через вот этого Пифагора, почему он Пифагор, он предсказанный Пифией, то есть он еще не родился, а родители пришли к Пифии посоветуются. Она ему сказала, вот у вас родится сын, очень знаменитый, он на многие века прославится. И вот мы сейчас сколько веков прошло и до сих пор упоминаем этого Пифагора и с точки зрения геометрии и с точки зрения вот этой психологии психоматрицы, которая тоже феноменологическая. всего вам доброго, до новых встреч, такой экстренной, всего здоровья вам и успехов в учебе.